Приветствую вас. Я думаю, что само ваше высказывание по поводу эрациональной тревоги не совсем соответствует действительности, потому что для вас эта тревога вполне реальна. Даже если для других людей это так не выглядит, для вас эта тревога выглядит так, соответственно, на мой взгляд, нужно это обязательно учитывать. То есть, на мой взгляд, нужно считаться тем, что вас что-то тревожит. Ну, какие-то мысли, например, вас могут тревожить, беспокоить и так далее, да? Вот, соответственно, нужно понять, нужно разобраться и увидеть то, что вас беспокоит. По крайней мере, постараться это сделать, чтобы вы сами для себя разобрались, что происходит. Тогда вам было бы, конечно, гораздо легче, чем сейчас. Потому что сейчас вам, понятное дело, очень сложно. Вероятно, потому что любые мысли, любая мысль вполне возможно вызывает у вас чувство страха. Вероятно, что, типа, кто-то для себя сейчас. Соответственно, это очень сложно. Своб ei слежу, все-таки, как можно. Вполне нормально испытывать некоторые страхи, вполне нормально испытывать некоторые переживания. Но мне кажется, лично мне, что проблема ваша заключается в том, что вы избегаете этих вещей, избегаете этих моментов, как мне кажется, повторюсь, я не буду утверждать это наверняка, но мне кажется так, что вы избегаете этих моментов, избегаете этих вещей. И, на мой взгляд, это является ключевым аспектом. То есть, чего-то себе вы избегаете. Какие-то моменты в суде вы избегаете. Какие это моменты и что это за моменты? Нужно смотреть. Нужно смотреть, нужно разбирать. Вот, потому что... Понятное дело, что вот так вам не скажешь. Ну, напрямую, да, что делать с вашей тревогой. Ну, потому что тревога она бывает разной. И формироваться может по-разному. На разных основаниях. Поэтому вам совершенно точно что-то угрожает. Вам совершенно точно приходится сталкиваться совсем-то нежелательным для себя. Но я думаю, что если вы поймете с этим, вот, и если разберетесь с этим, то проблем у вас будет гораздо меньше, чем сначала. Ну, по крайней мере, вы не будете, вот, тревожиться. Так вот, сильно, да, как сейчас, например, тревожиться. Вот. Так-то будет полегче. Подумка. Конечно, нельзя взять ее. Перестать думать о чем-то. Это невозможно. Теперь мне нужно учиться обращаться с этими вещами. Вот. Нужно учиться обращаться с тем, что вы чувствуете. Нужно учиться обращаться с этим. Вот. Так и так, чтобы это было для вас, для вас, вот, наименее без болезни. Вот. Сейчас для вас это болезненно, сейчас вам страшно. Вот. Можно сделать, соответственно, чтобы вы перестали бояться. Можно можно сделать только, если вы будете активно участвовать в, как раз, процессе психотерапии. Вот. Сам смысл. Сейчас, вот, то, что я вижу, это то, что волей не волей, вы несколько пытаетесь абстрагироваться от того, что там происходит, за счет, ну, придачи своим связям, высказываниям формы второго лица. Если вы это говорите не от первого лица, не от себя, а от второго лица. Как будто бы. Вот. Это важный момент, потому что такое ощущение, да, что вы избегаете, вот, пытаетесь избегать от этого этого. И тем самым отказываетесь от трехновых опытов, которые, да, вероятно болезненные, невероятно неприятные, но, тем не менее, вполне вполне вполне, что для вас необходим, то есть есть опыт, который вам необходим, но при этом он неприятный, может быть, неприятный, вполне вполне, что да. Это, к сожалению, нормальная история. То есть, ну, нормальная история. Какой-то опыт может быть неприятный, в принципе. Вот. Вот. То, что хотелось бы вам сказать сейчас. с точки зрения психологии или с точки зрения психотерапии. Я думаю, что для вас может быть свойственна такая история, то есть как сдерживание себя, вот, вполне вероятно, что вы себя сдерживаете, ну, склонно, чтобы себя сдерживать. Ничего удивительного в этом нет. Вот. Если вы привыкли себя сдерживать, вот, ну, стрывок может быть связанно еще и с этим, аспектом с аспектом сдерживания, потому что то, что вы по той или иной причине не ображаете, вот, может, в принципе, обращаться к вам. Вот. Понятно, что не всегда. Понятно, что не когда-то раз это происходит. Прямо. Но вероятность этого достаточно большая. Вот. Поэтому я, конечно, вашу историю не знаю. Вот. Не могу ее знать. Но, как мне кажется, психотерапия была бы лучшим вариантом для вас. Вот. И для того, чтобы забраться в той проблематике, которая вас беспокоит, которая вас волнует. Вот. По крайней мере, так это видится у меня. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Надеюсь, что это было не подпалитно вам. Вот. Надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы. Вот. Не будете откладывать обращение к психологу за помощью. Потому что вам это нужно. Вам это необходимо сейчас. Вот. Вот. Тревога. Нужно работать. Сама по себе. Так уж. Вышло. Что. Сама по себе. Тревога не проходит. Вот. Сама по себе. Ну, никуда, никуда не девает. К сожалению. Вот. Поэтому. Вы можете, конечно, ожидать, что она пройдет. Можете, конечно, ожидать, что она как-то исчезнет. Но. Опыт и практика показывают, что, как правило, никуда не девается. Вот. Опыт и практика показывают, что, как правило, свойственно усиливаться только. Вот. К большому сожалению. Буду благодарен всем за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи. Удачи.